МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конец 18-го столетия, века просвещения, был и началом заката золотого века русской усадьбы. Умирали старые хозяева, екатерининские вельможи, для которых роскошные дворцы и парки служили главным показателем их положения в свете. Уже для их сыновей исполинские сооружения стали тяжелой обузой. В начале 19-го века, особенно после войны 12-го года, гигантские роскошные усадьбы вроде такой вот воспринимались современниками как декорации минувшего века. Своего расцвета достигли только те усадьбы, которые действительно стали выполнять функции декораций. Подмосковная усадьба Ольгова обязана своим процветанием, в том числе и крепостному театру, который был здесь устроен в 80-х годах 18-го века. Вот в этом флигеле был устроен театр, здесь же были построены мастерские по ремонту и строительству декораций, имелись даже вольеры, в которых содержались дрессированные лошади, олени, которых выпускали на потеху изумленной публике. А устроил все это в своей усадьбе Степан Степанович Апраксин. После того, как войска Наполеона в спешном порядке покинули Москву, Степан Степанович Апраксин более всего был озабочен скорейшим возобновлением театральных постановок в выгоревшем дотла городе. Невольно ему в этом деле помог сам французский император. Одним из первых распоряжений Наполеона после входа в Москву было распоряжение устроить в Москве театр. Для этого на окраинах города была отыскана французская труппа, актеры. Их поселили в особняк на Большой Никитской, на углу Леонтьевского переулка. Там и устроен был театр, куда со всего города свозилась мебель богатая, прочая дворянская утварь. Естественно, это место охранялось так же, как и покой императора. Для Апраксина спешно брошенные французами вещи были настоящим кладом, то есть реквизитом. Спектакли в Москве и в театре во Льгове возобновились уже в 1813 году. Сегодня довольно сложно представить, как выглядел этот дом при Апраксинах. Меж тем его перестраивал для Апраксинах знаменитый итальянский архитектор Кампорези. Именно он, кстати, строил дом для Апраксинах в Москве на Знаменке. Этот дом сохранился и поныне. Так вот, здесь он построил здание в стиле итальянской оперы, где сочетал с помпезностью утонченный вкус, роскошь и функционализм. Ясно, что когда было поручено расширить и благоустроить усадьбу Вальгова, то Кампорези, скорее всего, использовала единую идею. Таким образом, дом, флегеля, въездные башни, все это было гармонично объединено и подчинено единой цели. Тем более, что это самая северная усадьба на территории московской губернии, имеющая такой облик. В отличие от прочих подмосковных усадеб, таких как Архангельская, Шереметьево, Ольгова поражала какой-то своей задушевностью, а не помпезностью. Тем, как отражаются в озерах купы деревьев, сами озера, уютно расположенные на территории. Тем, как сквозь аллейки открывались фрагменты главного здания. Теперь вся эта задушевность осталась только на акварелях. Как и от крепостного театра осталась всего одна старая-старая афиша. Труппа первого московского императорского театра в конце 18 века насчитывало 13 человек. У Апраксина было 18 актеров. Из них 10 мужчин, 8 женщин, да еще 17 музыкантов. Эти вот маски, фаянсовые маски, в данном случае фавна, украшали сцену в Ольговском доме. Первыми представлениями в усадьбе была опера «Старинные святки» и патриотическое представление «Взятие Смоленска». По сцене расхаживали военизированные отряды, распевали куплеты, и публика им подпевала. Тогда все были похвачены духом патриотизма. Степан Степанович Апраксин знал толк воинской доблести. Недаром сам он был кавалерийским генералом и военным губернатором Смоленска. Денег со зрителя он не брал. Содержание театра было делом его чести. Степан Степанович Апраксин скончался в 1827 году, но усадьба его простояла в относительной сохранности до 1926 года. В том числе и потому, что здесь расположился музей дворянского быта. Вот в этом зале, который у меня за спиной, в бывшем зале, висели портреты вельмож, императоров, хранились какие-то семейные реликвии, ну и потом все превратилось в то, что превратилось. Вместо того, чтобы в 30-е годы заниматься ремонтом усадебного дома, восстановлением того, чтобы необходимо было по свежим следам отремонтировать, просто покинули это помещение главного усадебного дома. И не только музей оттуда выехал в итоге, но и отдыхающие дома отдыха «Металлист». Их разместили в других помещениях. И дом, оставшись без людей, он стал разрушаться буквально на глазах. Хотя еще в 50-е годы после войны крыша этого дома была, и дом еще стоял. Нынешняя Ольгова, собственно, тоже декорация. Только если некогда здесь звучала первая русская опера, теперь вряд ли согласится поселиться даже призрак этой самой оперы. По утверждению историка Михаила Ивановича Пыляева, именно во Льгове у Апраксина впервые прозвучал знаменитый русский певец Петр Булахов. Также этот историк утверждает, что не менее знаменитые романсы «Черная шаль» на стихе Пушкина и «Соловей Алябьеве» также впервые прозвучали со сцены усадьбы Апраксинах. Да и крепостным театр Апраксина, по сути, не был. Актеры получали регулярные жалования, а на сцену вместе с ними выходили знаменитые любители. Блистали в Апраксинских постановках и Федор Кокошкин, и великая актриса Екатерина Семенова, и Василий Львович Пушкин. Поселившись в Альгове, Апраксин хотел сделать из собственной усадьбы культурный центр всей Московской губернии. И сейчас, спустя 200 лет, мы можем утверждать, что у него это получилось. Чего не скажешь о нынешних владельцах Альгова. Его современное описание больше напоминает мартиролог. Утраченный, частично ли полностью, главный усадебный дом, масса парковых затей, таких как Турецкая мечеть, Триумфальная арка – это были беседки, которые располагались именно в парке. Все, что осталось от усадьбы Альгова, перекочевало в музей-заповедник Дмитровский Кремль. Сейчас там хранится около тысячи вещественных доказательств того, что усадьба Альгова все-таки была. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА За эти годы прошедшие ведется эксплуатация по сохранению, сделан концептуальный план, утвержден, и разработаны техусловия для подготовки реставрационного проекта. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Было какой-то период, когда казалось, что наконец-то нашелся хозяин, который все возьмет в единые руки и который займется действительно работами по сохранению того, что нам досталось. Но, конечно, была всегда мечта о том, чтобы восстановить дом. Были проблемы в каком виде, то ли в том виде, в какой он сейчас есть, то есть как бы дом Степана Федоровича, либо все-таки восстанавливать дом, тот, который был при Степане Степановиче, то есть это достройки Кампарези. Но до сих пор никаких особых работ мы не наблюдаем, и поэтому даже не знаем, что дальше будет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На подготовку документации еще порядка трех лет не менее понадобится, потому что реставрационные проекты, они очень длительно разрабатываются и утверждаются тоже не меньше двух лет нормативный срок согласования. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Арендатор этой земли, известнейший российский человек, даже заказал реставраторам план того, как возродить усадьбу. По мнению специалистов, которые составляли этот план, здесь нужно все снести и построить копию. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В любом случае, в округе Ольгова расположены знаменитые подмосковные горнолыжные курорты, и это место никто в покое просто так не оставит. Свободный доступ туристов, пожалуй, это единственное условие, которое сегодня выполняется. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА